Значит, сегодня мы еще немножко поговорим про генеративные сети и поговорим про нейронные сети для искусства, про deep dream и artistic style. Вспомним, что было на прошлой лекции, мы обсуждали ганы как такой достаточно простой способ генерировать картинки или объекты другой природы. Основная идея была то, что мы обучали не одну сеть, а две сети, и они соперничали друг с другом. Одна училась генерировать картинки, похожие на картинки из обучающей выборки, а она называлась генератор, а вторая сеть дискриминатор училась отличать настоящие картинки от сгенерированных. И если мы все делали правильно, если мы хорошо обучали обе сети, то на выходе мы учились генерировать что-то очень похожее на то, что видели до этого, но другое. К сожалению, у этого подхода есть некоторые минусы, и, наверное, тот минус, про который мы сегодня поговорим, заключается в том, что нам очень сложно управлять картинками, которые получаются на выходе. То есть мы можем научиться, особенно используя сверточные сети, генерировать что-то очень красивое или улучшать качество чего-то фиксированного, как в случае с суперрезолюшн сетями. Но очень сложно менять параметры картинки, например, если мы захотим вращать картинку или менять возраст картинки. Для этого нужно концептуально менять архитектуру. Один из способов ее поменять — это вариационные автоэнкодеры. Что мы хотим получить на выходе, что-то в таком духе? Мы хотим получить какое-то внутреннее представление латентное и из него генерировать новые изображения или новые данные. В данном случае ось Z2 отвечает за выражение лица, то есть сверху оно грустное, а снизу счастливое, а Z1 отвечает за поворот. Похожими свойствами обладают Z2 и Z1 слева. Мы хотим что-то такое научиться делать в общем случае. Вспомним, как выглядит автоэнкодер. И то, что мы хотим сейчас сделать, будет очень похоже на обычный автоэнкодер. Мы будем подавать данные на вход энкодеру, получать латентное представление и из него учиться получать исходное изображение. То есть так выглядит обычный автоэнкодер. Что мы захотим делать? Мы захотим заставлять декодер не просто возвращать исходное изображение, а возвращать его несколько отличающееся от исходного. Для этого мы будем на латентном слое сэмплировать случайную величину и будем заставлять выход декодера быть похожим на вот эту по распределению на сэмплированную величину. То есть мы будем требовать не только похожесть входа с выходом, но еще будем требовать, чтобы распределение выхода было похоже на какое-то наперед заданное распределение, например, на стандартное нормальное. Собственно, как мы будем это делать? Мы будем искать латентное пространство z, которое удовлетворяет следующим свойствам в собственной формуле полной вероятности. и наша цель научиться… мы будем выбирать p от z как что-то простое, например, стандартное нормальное распределение, и наша цель будет найти p от x при условии z. В принципе, забыв про всю историю с нейронными сетями, задача уже более-менее решена. Есть куча математического аппарата, которые позволяют ее решать, это марковские цепи и так далее, но, к сожалению, если объекты сложной природы, например, картинки, даже просто картинки, все стандартные методы начинают плохо работать из-за большой размерности пространства. Поэтому мы хотим использовать нейронные сети. И идея – это p от xz приближать нейронной сетью, как на рисунке снизу. Собственно, как мы это будем делать? Мы введем новое распределение q от z, которое будет по входным данным моделировать z. Если мы сможем p и q сделать непрерывными функциями, желательно дифференцируемыми почти всюду, тогда мы сможем обучать обычную нейронную сеть, где у нас на прямом проходе будет использоваться p, а на обратном q. чтобы эту q получить, нам нужно придумать какую-то метрику, которая будет заставлять, которая позволит нам получать правильное распределение. на самом деле метрика очень простая, то есть мы вспоминаем формулу полной вероятности, которая уже звучала. окей, и что мы делаем дальше? Дальше мы домножаем это выражение на q от z, то есть вот эта вещь равна… И теперь к этому выражению мы будем применять неравенство Йенсена. Все помнят, что это такое? Оно говорит, что любой выплатой функции, например, для логарифма – это функция, примененная к… к вот такому интегралу, она больше либо равна, чем интеграл p от x. А вот эта функция, примененная уже к g от x, где p от x – это плотность вероятностная. Применив это неравенство к вот этому выражению, вместо него мы получаем уже неравенство, а неравенство. Мы просто поставим логарифм в нужное место и получим интеграл q от z на логарифм p от x при условии z, умноженное на отношение p от z к q от z. Далее мы можем этот логарифм расписать в виде суммы алгоритмов, и как раз мы получим сумму логарифм из КЛ-дивергенции и матожидания. Ну то есть вот это равно… минус… Значит, вот эта вещь, это матожидание алгоритма, по распределению q, а вот эта вещь – это КЛ-дивергенция. Вопросы? Почему у нас p от x при условии z, это примерно z при x? p от x при условии z – это… В смысле, это функция… Почему это функция от x? В смысле, это функция от z или от x? В смысле, это функция от z или от x. Да В смысле, это функция от z? Вửтымируемая от z. Да. В SATY-ark Yuanшеф Мoth لا на самом деле, не совсем верно. Это при фиксированном z, это константа от x, но если z меняется, то p от x при условии z меняется. Окей. Далее если мы будем минимизировать L, тогда мы будем заставлять P и Q моделировать исходное распределение P от X, Z совместное. Здесь нас ждет небольшая беда, связанная в том, что это мотожидание имеет стахотическую природу. Так как мы обучаемся стахотическим градиентным спускам, чтобы вычислить это мотожидание, нам нужно сэмплировать. Полученная функция не будет дифференцируема. Чтобы исправить эту ситуацию, мы P и Q представляем в виде нейронных сетей со своими параметрами. И теперь, чтобы все было дифференцируемо, мы применяем так называемый reparameterization trick и Z представляем в виде μ умножить на ε, где μ будет зависеть от X, а ε будет просто случайной величиной. и такая штука уже дифференцируема по X. И мы можем, используя backpropagation, обучать нашу сеть. Таким образом, что мы научились делать, мы научились по входной выборке получать латентное представление выборки с одной стороны, а с другой стороны научились получать это представление таким, чтобы оно было похожим на период заданное распределение. В нашем случае на нормальное распределение. И если мы теперь захотим что-то сгенерировать, какие-то новые данные, мы просто возьмем сэмпл этого нормального распределения и засунем в декодер. Так же, как и обычный автоэнкодер, наша сеть содержит в себе декодирующую часть и n-кодирующую. Вопросы? Да, и еще один момент. Вот это латентное представление, мы можем его взять, можем про него вообще ничего не знать, не налагать никакие условия. А можем, если мы знаем или наоборот даже хотим варьировать какие-то понятные для нас характеристики в том, что мы будем генерировать, мы можем часть координат для z выбрать известными нами параметрами. с лицами – это положение лица или выражение лица и так далее. Так, здесь картинка получилась очень засвеченной, но, наверное, будет понятно. В случае с вариационным автоэнкодером мы столкнулись с тем, что мы можем… с тем, что мы лучше понимаем латентное представление по сравнению с ганами, в которых оно в принципе полностью случайное. Но, оказывается, мы можем скрестить ганы и вариационные автоэнкодеры в одну модель, оставив простоту в ганах, связанную с тем, что нам не надо использовать сложные метрики, как, например, в вариационных автоэнкодерах, где нам нужно читать KL-дивигенцию, и, с другой стороны, оставив природу автоэнкодера. Для этого мы берем обычный автоэнкодер, но на латентном слое еще добавляем дискриминатор, который будет считать… распределение исходной выборки и какое-то новое. Типа для того, чтобы ганировщик и ученство обманывать этот декодер, ну, в смысле дискриминатор, ну, и создавал цели похожие на то, что дискриминатор хочет? Фактически мы так же, как в IE, хотим генерировать что-то похожее на вход, но при этом хотим, чтобы то, что мы генерируем, не было бы точной копии исходного, а было чуть-чуть изменено. Для этого мы как раз таки… налагаем дополнительные требования на распределение. И в случае с такой структурой можно легко добавлять дополнительные требования во время обучения. Например, можно кроме автоэнкодера обучать еще и регрессию на латентном слове. И что позволяет решать следующую задачу, которую я помогал своему коллеге решать где-то два года назад. Задача звучала следующим образом. Была дана выборка из представления молекул, их концентрации и действия на раковые клетки. И было предложено пытаться генерировать эти самые представления молекул, сохраняя, генерировать пары представления молекул концентрацию, которые при этом имели бы хорошее действие на раковые клетки. Как раз благодаря тому, что архитектура легко обучается как автоэнкодер, и к ней легко обучать совместно с регрессией, мы смогли, обучившись на небольшой выборке, получить новые представления, которых выборки не было. Вернемся обратно к сверточным сетям и попробуем лучше разобраться с тем, как они устроены. Вспомним, как выглядит классическая сверточная сеть. Она состоит из последовательности сверток и пулингов и функций активации. Мы задаемся следующим вопросом. Возьмем какой-нибудь нейрон на произвольном слое и попытаемся представить, за какую характеристику изображения он отвечает. Вопрос. Если бы сеть стояла из одного слоя, как бы мы могли решать такую задачу? А что значит, что даёт? В виде картинки мы скорее хотим понять, за какое изображение или какую характеристику изображения отвечает признак. На самом деле вы очень близки были, то есть мы можем действительно обнулить все нейроны, оставить только один и посмотреть на пиксели, на которые он реагирует, то есть, например, на пиксели, где он принимает максимальное значение. Или если у вас пороговая активация, то там еще проще, вы просто смотрите на те пиксели, в которых нейрон активировался, то есть принял значение единицы. И если вы сделаете такую вещь, то на первом слое вы как раз увидите вот такие фильтры, как в левой части. Это так называемые фильтры Габора. К сожалению, такой подход очень сложно перенести на слои произвольной глубины. Но тем не менее, оказывается, что все эти слои легко характеризовать. Можно легко характеризовать. Попытаемся это сделать, как в виде результата мы хотим научиться по признаку получать какие-то такие картинки. То есть, грубо говоря, это части исходного изображения. на которые нейрон больше всего реагирует. Признак – это в смысле слова? Как сказать, признак получается? Признак получается? Да, тут некоторая смесь понятий. В данном случае признак имеется в виду отдельный фильтр. Это со стороны нейронной сети, со стороны картинки – это какая-то часть изображения. Да, можно вспомнить фактически то, с чего все началось. А это конкретно модель зрительных центров мозга, в которой, по сути, как раз было предсказано то, что первые слои настоящей нейронной сети отвечают за какие-то простые признаки изображения, а глубокие слои, глубокие центры – они уже отвечают за сложные структуры. то есть в нейронах, которые ближе всего к поступающему изображению, происходит более-менее простая классификация, на то есть ли в объекте какие-нибудь полоски, сколько в нем точек и так далее, а глубокие уже ближе к сложным классификаторам, к тем же распознаваниям лиц, распознаваниям объектов. Один из способов визуализировать фильтры сети использует деконволюцию. Про деконволюцию мы уже говорили, деконволюционные сети фактически ничем не отличаются от обычных сверточных сетей, кроме того, что часть операций из-за своей необратимости выполняется приближенно. Больше всего это относится к операции обратного пулинга. Здесь показаны примеры транспонированные свертки, есть наглядный пример, как ее реализовать просто умножением матрицы. Как раз единственная операция, с которой возникнут проблемы, это обратный пулинг для того, чтобы, как один из вариантов приближения этой операции, мы запоминаем, где был максимум для max-пуллинга, и когда делаем обратный пулинг, мы разунуляем все ячейки, кроме тех, где стоял максимум. И соответствующую ячейку исходной матрицы мы переносим как раз в то место, где стоял максимум. Теперь как мы с помощью деконволюционной сети можем визуализировать признаки исходной сверточной сети? Мы выбираем слой, фиксируем там один или несколько нейронов, все остальное зануляем и превращаем кусок нашей нейронной сети, включающей выбранный слой и все до входа, превращаем ее в деконволюционную и проходимся по деконволюционной сети, делаем по ней прямой проход. На выходе у нас получается какая-то картинка, как раз ее мы считаем визуализацией. На выходе получается нечто в таком стиле. что можно увидеть, как и предсказывалось, чем глубже слой, тем сложнее объект, тем сложнее часть картинки, которые детектируют тот или иной признак. На первых слоях у нас детекция каких-то очень простых объектов, на глубоких слоях у нас уже детекция глаз, колес и так далее. Если исходная сверточная сеть обучалась как классификатор, мы можем сделать следующую вещь. Можем посмотреть на то, как влияют те или иные признаки на выбор класса. То есть мы можем зафиксировать класс и решить вот такую задачу максимизации. Точнее не так. Можем для каждого нейрона посмотреть, на каком классе максимизируется его значение. Таким образом условно сказать, какие нейроны больше про собак, какие больше про кошек и так далее. Ровно этот подход можно использовать для визуализации. Как мы это делаем? Мы берем пустую картинку или шум, считаем производную от этой функции, от ее активации минус регулирующая часть и делаем обратный проход. Повторяя эту операцию несколько раз, мы фактически из пустого изображения получаем изображение, которое является с точки зрения сети идеальным представителем класса, который мы зафиксировали. В случае с сетью Inception вот так выглядят в кавычках идеальные представители. То есть мы заставили активироваться только все нейроны, которые реагируют на тот или иной класс, ровно из построения. Можно начать не с шума или с пустого изображения, а с какого-то имеющего смысл изображения или фотографии. И варьировать, делать шаги градиентного спуска и периодически варьировать классы. Так, да, собственно, то, что будет получаться, оно будет похоже на… Так, сейчас как бы еще, чтобы это ускорить, ну ладно. А что здесь можно, значит, в том числе происходит? То есть… Обучается? Ну смотрите, значит, что происходит. Мы стартуем с какой-то картинки, например, с чего-то портрета и начинаем считать производную от картинки по тому, является ли она собакой. И с помощью градиентного спуска мы можем из картинки делать картинку, которая в точке зрения сети больше похожа на собаку. Мы делаем несколько шагов, рисуем новую картинку. А то есть она рисуется, то есть она увеличивается? А это сделано просто для красоты, то есть они приближают картинку и уже приближенные применяют следующий шаг. Вот. Периодически, меняя класс, сторону которого мы делаем градиентный спуск, получаются какие-то такие непонятные картинки. Да, собственно, причина почему… В чем причина того, что там в основном вылезают морды собак и глаза? Наиболее яркие черты собак? Нет, на самом деле даже если мы будем идти в сторону других классов, которые не имеют никакого отношения к собакам, все равно будут периодически вылезать черты собак, ровно из-за того, что вы матчдете просто очень много собак. Поэтому, так или иначе, очень многие нейроны заточены как раз под собак. Так. Следующая история – это так называемые Silent Sim Maps. Что мы здесь хотим делать? Мы хотим выделять значимые части картинок. Есть достаточно много методов, которые не используют, которые не имеют отношения к нейронным сетям. Их достаточно обильно используют те, кто занимается задачами детекции и сегментации. То есть сначала какими-то простыми способами вычленяются части картинок, которые, скорее всего, отвечают за отдельный объект, и потом уже к этим частям применяются сложные модели. Такие задачи можно тоже пытаться решать похожими способами, как в случае с визуализацией признаков нейронной сети. Как это сделать? Мы можем, опять же, фиксировав какой-то класс, ввести тот самый функционал и почитать по нему производную. Но теперь вывести не измененную картинку, а само производную. То, что будет получаться, изображено на картинках. То есть мы показываем, ну, классически это показывает то, что мы берем класс, к которому эта картинка относится, или мы просто берем любой класс и смотрим, как бы, что для этого класса в этой картинке важно. Да. То есть картинка производная, значит, выделяет самые яркие черты, какие выделяет картинку? Ну, фактически да, то есть оно выделяет то, куда нужно сдвинуть картинку, то есть какие части картинки надо усилить. На данный момент мы умеем производную считать просто с помощью backpropagation и что-то очень похожее на производную считать с помощью деконволюционной сети. На самом деле можно производную еще чуть-чуть усилить, сконцентрировавшись на том, где нейроны активируются и при этом выкинув те случаи, где нейроны принимают отрицательное значение. То есть вместо того, чтобы считать просто производную в backprop, мы еще добавляем проверку положительности входа. Что получается и на выходе, к сожалению, на картинке, которую проектор выдает, не очень видно, но на самом деле на выходе будут получаться еще более четкие изображения детектируемых частей. И последняя часть сегодняшней лекции посвящена статье «Artistic Style». Мы пытаемся решать следующую задачу. У нас на входе есть фотография, есть картинка со стилем. В данном случае картина Ван Гога. И мы хотим сделать фотографию, похожую на эту картину, при этом сохранив характерные черты фотографии. Для этого мы будем использовать, опять же, предобученную сверточную сеть. И будем фактически делать такой же градиентный спуск, как мы делали в Deep Dream. Но теперь мы будем минимизировать две метрики. Одна метрика будет отвечать за схожесть того, что мы получаем с нашим исходным изображением, а вторая будет отвечать за схожесть того, что мы получаем по стилю со стилевой картинкой. Мы сейчас про это поговорим. Как раз первое, очень легко определить, это просто посчитать декартовое расстояние между полученной картинкой и исходной. Но если мы будем говорить только на языке исходных пикселей, то на самом деле ничего хорошего не получится. То есть у нас получится очень строгое условие, которое не даст сгенерировать что-то новое. Чтобы условие было менее строгим и отвечало скорее не за пиксели, а за настоящие признаки изображения, мы берем фильтры из сверточной сети и считаем нашу декартовую метрику уже на фильтрах. То есть мы берем картинку, которую мы обучаем, берем исходную, их обе пропускаем через сверточную сеть, например, через ВГГ, и считаем расстояние между фильтрами. Если оно маленькое, то картинки похожи. Если мы будем начинать с шума и будем оптимизировать эту метрику, делая спуск по исходной картинке, то будем получать что-то такое. изображение, вот эти изображения получаются, если мы возьмем только первые сверточные слои, а про все остальное забудем, то есть будем сравнивать фильтры только из первых сверточных слоев, то будет получаться что-то очень похожее, но при этом очень размытое. А если мы еще добавим более глубокие сверточные слои, то на выходе будем получать фактически исходные изображения. Таким образом, варьируя набор фильтров, мы можем с разной четкостью восстанавливать изображение. Теперь перейдем к стилю. Оказывается, что хорошей метрикой похожести на стиль является... является расстояние между мотоцемиграммой. То есть для набора фильтров мы считаем вот такую матрицу попарных произведений, ЖЭ и ЖИТЭ. То есть в каком-то смысле эта матрица отвечает за совместное распределение фильтров в слое. И далее как раз нашей стилевой метрикой будет расстояние между мотоцемиграммой. Благодаря тому, что там нет ничего сложнее, чем попарных произведений фильтров, производное также будет считаться очень легко. И то, что получается на выходе, если мы начнем с шума, опять же будем минимизировать расстояние между матрицами грамма, мы будем получать такие картинки. Таким образом, наш алгоритм вычисления решения задачи можно изобразить в таком виде. где x или y с чертой то, что мы хотим получить, а y с – это стилевая картинка, y с – это как раз картинка, которую мы хотим стилизовать, и стрелками обозначены проходы по сверточной сети. Варьируя коэффициенты перед контент-лосом и стайл-лосом, можно заставлять нашу программу больше концентрироваться либо на стиле, либо на содержании картинки. Вот примеры того, что можно получать. Наконец, если мы хотим ускорить, то есть если мы хотим работать не с одной картинкой контента, а с кучей картинок мы можем обучить нейронную сеть дополнительную, которая будет генерировать стилизованные изображения. То есть в момент обучения мы учим сеть выдавать на выходе картинки, которые по контент-лосу похожи на yc, а по стайл-лосу похожи на ys. И в момент инференса нам уже не нужна сверточная сеть, мы можем просто использовать обученную сеть FY. То есть мы потратим довольно много ресурсов, чтобы обучить такую сеть, но зато сможем быстро генерировать изображение. Наконец, можно об этой задаче подумать как о чем-то похожем на ганы и использовать такую архитектуру. По сути, он будет сравнивать то, что сгенерил генератор с правильным изображением, которое получено таким пропуском через сверточную сеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok